Основные цели бюджетной политики Владивостока в 2016 году – сбалансированность и устойчивость. В связи с этим денежные планы Приморской столицы были утверждены и исполнены без дефицита. Еще одна задача – открытость бюджета. Владивосток даже занял первое место по прозрачности закупок среди городов России. Исполнение бюджета по расходам в 2016 году составило более 12 миллиардов рублей или 98%. Бюджет 2016 года сохранил свою социальную направленность. 51% расходной части бюджета – это расходы на социальную сферу. Значительную часть денег потратили на социальные обязательства и экономическое развитие Владивостока. Кроме того, за 2016 год отремонтировали более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сюда входят основные магистрали города, внутриквартальные проезды и придомовые территории. Вдобавок отремонтировали подъездные пути к трем медицинским учреждениям. Установлено 5600 дорожных знаков, 7,2 километра леерных, барьерных и парапетных ограждений, 316 технических средств дорожного движения, проводилось содержание 83 светофорных объектов. Еще одно приоритетное направление для города – это образование. На сегодняшний день во Владивостоке 79 школ, 120 детских садов и 23 учреждения дополнительного образования. Причем каждый детский сад подключен к тревожной кнопке и автоматической системе, с помощью которой можно подавать заявления в дошкольные учреждения в электронной форме. Это обеспечивает прозрачность распределения мест. В 2016 году всем детям от 3 до 7 лет предоставлены путевки в детские сады. Помимо этого, проведено комплектование 45 групп для детей от 2 до 3 лет и одной группы для детей от 1,5 до 2 лет. Функционирует 11 групп кратковременного пребывания детей на 220 мест. В новые квартиры из аварийных и ветхих бараков за 2016 год переехали свыше 40 семей. Новый многоквартирный дом построили на улице Порт-Артурская. Он стал пятым домом, построенным администрацией Владивостока для переселения людей из аварийного жилья. В рамках реализации под программой обеспечения жильем молодых семей во Владивостоке 157 семьям предоставлены социальной выплатой на сумму 139 миллионов рублей. В том числе 43,7 за счет средств бюджета Владивостокского округа. Вдобавок Константин Межонов отчитался перед депутатами за международные и другие мероприятия, проведенные за год. За поддержку молодежи, развитие городской библиотечной системы и за результаты различных городских программ. Полный отчет исполняющего обязанности Владивостока можно увидеть на сайте города. Ирина Мокрецова, Руслан Мартынычев. Новости на восьмом. Продолжение следует.